Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро из Киева и продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас больше будет про повелевающую заповедь, так что я сейчас коротко начну про два аспекта Алашонара, которые мы вот сегодня затронем, злоязычая, и перейдем на повелевающую заповедь, очень важную, которая продлевает годы жизни и одна из главных заповедей, потому что она есть даже в 10 заповедях. Эта заповедь есть на скрижалях, да? Там есть повелевающая заповедь «Я Бог твой, верить Бога» повелевающая заповедь, повелевающая заповедь там есть «Почитать отца и мать», «Соблюдать субботу» и остальные запрещающие, представляете? То есть среди 10 заповедей, таких главных, основных, большинство заповедей это запреты, и есть только три повелевающих. Хорошо, друзья, все, двигаемся, шалом, шалом из Харькова, все. Значит, вначале про злоязычие, мы изучаем нюансы законов злоязычия, и Яков Шатадин, шалом, тоже из Харькова. Сейчас, Яша, ты в Харькове или ты в Израиле уже где-то? Откуда шалом? Хорошо, значит, вначале изучаем заповеди, связанные с злоязычием. Итак, говорит нам Раф Зелик Пристин в книге «Береди свою речь». Говорит он так. Значит, уходите немедленно, говорит он. Прямо уходите немедленно. Если случайно вы все же оказались в центре спора, немедленно уходите. Некоторые считают, что неловко уйти в самом начале обмена тяжелыми ударами. Когда начался спор, как я уйду? Могут подумать, что ты или побежден, или глуп. Но вспомним слова наших мудрецов, которые они сказали в трактате «Идиот». Есть такой трактат «Идиот». Значит, лучше на всю жизнь прослыть дураком, чем за одно мгновение совершить поступок безнравственный в глазах Бога. Так переводится. Значит, лучше пускай считают тебя какие-то люди дураком, чем нарушить волю Всевышнего и попасть в еще более плохое положение. Представьте себе, начинается спор. Начинается спор, слово за слово. И тут один из них вспоминает и думает, чего я буду спорить. Помните, когда-то я нашел фразу, по-моему, кто-то из писателей сказал, Марк Твен, по-моему, что никогда не вступайте в спор с дураками, потому что у них в этом большой опыт. То есть у них опыта больше в этом, в спорах. Они все время спорят. И человек, который понимает, что сейчас вот тот на второй стороне, он по-любому не сдастся. Он будет использовать в споре все, что только можно, чтобы унизить, оскорбить, доказать. Знаете, как Жванецкий учил искусство споров. У Жванецкого была такая зарисовка. Он говорит, что в споре, говорит, нужно не слушать собеседника, а рассматривать его. В самый уже такой напряженный момент спора перейти на «ты», сказав, а это не твоего собачьего умодела. Потом спросить у собеседника документы. О чем вообще может спорить человек с большим носом? То есть перейти на личность. Это была шутка, но именно люди... Да-да, опуститесь до их уровня, где они задали тебя опытом. Правильно, вот так оно звучало. Вот эта цитата. То есть мы понимаем все из опыта, из советов мудрецов, что с дураками лучше не спорить. Но теперь говорит нам Тора, что лучше прямо в начале, как только начинается спор, сказать, что я спорить не буду. И уйти. И лучше пусть они тебя считают дураком, они тебя по-любому считают дураком, чем совершить проступок бездрастный в глазах Бога. И тут мы понимаем, все переводится в другую плоскость. Обычные люди, писатели, там, не писатели, они рассуждают с точки зрения все равно материальной. Но Тора нам дает другой ракурс. Тора нам дает другой ракурс, она говорит, смотри, ты уходя, ты выполняешь волю Всевышнего. Выполняя его волю как свою, он выполнит твою волю как его. То есть ты переходишь совершенно в другое пространство. Понятно. И приводится еще один пример. Приводится один пример из Торы. Равзелик Плистин приводит пример сыновья Короха. Запрещено, пишет он, участвовать во вражде между людьми, даже если в нее вовлечены ваши родители. Например, поссорившиеся с другой семьей. Вспомним, как сыновья Короха отказались принять сторону отца в его вражде с Машей Рабейну, с Моисеем. И не понесли наказание вместе с отцом. То есть была в Торе такая ситуация. Один из родственников, причем родственника Машей Рабейну по фамилии, по имени Корох. Он поднял восстание. 250 человек с ним восстали против Машей Рабейну и возник у них конфликт. Значит, в этом конфликте Корох утверждал, что Машей Рабейну Моисей узурпировал власть, отдал первосвященничество своему брату родному Аарону без приказа Всевышнего. Так утверждал Корох. И, значит, он привел с собой 250 человек, но его сыновья отказались выступить с ним вместе против Машей Рабейну. И когда на следующий день с неба спустился огонь и Короха, и всех его приближенных, и все их семьи, они все провалились под землю, то единственные, кто остались в живых, это были сыновья Короха, которые не пошли со своим отцом. И Тора отдельно указывает на парня по имени Онбен Пеллет, Онбен Пеллет был из Калена Рувена. И Онбен Пеллет, которого остановила жена, которая остановила его и сказала, куда ты лезешь? Зачем тебе спор между Машей Рабейну и Корохом? Они, ты-то что в этом споре? У них есть какие-то свои личные интересы, да? У Машей Рабейна, у него интересы Всевышнего. У Короха личные интересы. Они спорят, если победит Корох, значит священником станет Корох. Если Машей победит, значит Корох подибнет и все. А ты-то что, она ему говорит? Ты из Калена Рувена, куда ты лезешь в чужой спор? И она его остановила, оставила его дома, и он тоже остался жив. То есть Тора нам показывает, что в ситуации, когда есть чужой спор, кстати, я сейчас вспоминаю, что и в притчах царя Соломона есть тоже такая притча, я не помню сейчас в какой главе, что не вмешивайся в ссору, которая не твоя. Это же не твоя ссора, куда ты лезешь? Я помню, когда-то мне было 16 лет, и я шел с другом по улице и увидел, как трое бьют одного. И я вмешался, вмешался, а вокруг стоит толпа. И я вмешался, заступился за этого одного вместе со своим другом. И нас потом вся толпа побила. Почему? Потому что этот один, он напал на этих троих, на девушку. Это был какой-то пьяный, какой-то хулиган. Они его били, но как бы вся толпа была на их стороне. И когда мы вмешались за вот этого, то есть мы видим драка, пьяная драка. И мы хотели сделать как лучше, а пострадали, потому что, ну как бы, по той ситуации. Причем, что интересно, тот, которого мы защищали, он еще моего друга тоже побил. Потому что он был пьяный, ему было все равно, кого бить. Вот, поэтому, когда ссора не твоя, очень нам Тора говорит не власть. Все. Теперь, и тут мы, после того, как сыновья Короха не вступились, не стали в споре на сторону своего отца, мы переводим, о, да-да, прям вообще точно, вот этот отрывок. Хватая, тот, кто вмешивается в чужой спор, это как будто бы хватает собаку за уши. Да, ну, дергает собаку, которая, может, спала. Теперь, смотрите, ну, в ситуации с Корох и сыновьями, мы подходим к заповеди, которая написана на скрижалях. Написано на скрижалях, почитай своего отца и свою мать. Прямо на скрижалях написано 10 заповедей, Корох видел, значит, Мошер Абейну скрижали эти, спустился с горы Синай. Сыновья его видели. Как здесь сочетается, почитай своего отца, и что сыновья Короха, они выступили в споре отца с Мошер Абейну на стороне отца. И вот мы сейчас изучаем эту повелевающую заповедь, сегодня, думаю, и завтра тоже будем изучать повелевающую заповедь, почитать родителей. Значит, написано на скрижалях, почитай своего отца и свою мать. Значит, в Устной Торе разъясняется, в Устной Торе разъясняется нам, что значит почитай своего отца и свою мать. Значит, сын, написано, должен обеспечивать отца едой и питьем, а также одеждой. И добавляется, вот как раз мне сын принес одежду, как раз он принес одежду, он вчера с мамой был в магазине, купил мне одежду, значит, рубашечку. И как раз вот этим, он сейчас выполняет заповедь почитания отца. Теперь дальше, в скобочках написано, а также одеждой из отцовских денег. То есть, кто за это должен платить, сын или отец? Отец, если у отца есть деньги, то из отцовских денег. Но заповедь выполняется, то есть, если сын пошел в магазин, папа ему дает 100 рублей и говорит, купи мне бутылку водки и три конфетки. То как раз отец, сын выполняет заповедь почитать папу, папу, тем, что он ему купил бутылку водки и три конфетки. Теперь, если же у отца нет денег, а у сына они есть, Тора обязывает детей кормить отца за свой счет. По своей возможности, говорят мудрецы. То есть, например, папа уже не работает, папа сидит дома и говорит сыну, сын говорит, принеси мне черные икры и, значит, виски 50-летние выдержьте. Всего на общая сумма заказа, значит, 10 тысяч долларов. Сын говорит папе, папа, давай деньги. Папа говорит, сынок, денег нету, все, все уже, вчера выпили, последнее потратил. Тогда сын говорит папе, тогда, значит, во-первых, черные икры не кошерные, и здесь, сейчас мы дальше дойдем. Если папа говорит нарушить, то сын не должен нарушать. Но если икра красная, а виски кошерные, то если папа не дает денег, то сын должен купить за свой счет, если у папы нету денег, не то, что не дает, нету денег, по своей возможности. По своей возможности. То есть сын говорит, да, сын не должен, сейчас дальше будет, сын не должен для этого там ограбить банк, отдать последнее, он идет, покупает папе вместо виски, покупает пиво, вместо икры красной покупает там, я не знаю, шпроты и говорит, папа постарался, вот. И тут дальше идет очень важный нюанс. Евреи, это заповеди в Тора, Тора Баладуна Верейскому народу, должен обслуживать родителей, как раб обслуживает своего господина. Обязан почитать также родителей и после их смерти, например, читать Кадиш и отмечать Йорцайт. Йорцайт это годовщина смерти, Кадиш это читается специальная молитва за умерших родителей. Если сын стоит перед выбором, что исполнит? Заповедь, какая-то заповедь другая из Торы или просьбу отца, который, допустим, просит стакан воды. Вот вопрос, значит, сын спешит, у меня недавно была такая ситуация, значит, я иду на молитву с утра, и тут мне звонит отец и говорит, у меня болит-то очень сильно палец нога, отвези меня к врачу. И у меня я иду на молитву, прямо конкретно в этот момент шел в синагогу на молитву, выполнять заповедь. И, значит, то, что говорит нам Тора, он обязан выполнить просьбу отца, даже если заповедь тем временем уйдет из его рук. То есть я остановился тогда, как сейчас помню, и думаю, так, идти мне в синагогу сейчас молиться или идти к отцу, отвезти его к врачу. Или сказать отцу, подожди, я помолюсь, потом отвезу к тебе к врачу. Я очень правильно выбрал, по Торе нужно выполнить просьбу отца, потому что дальше. Значит, и все это при условии, что ту заповедь может выполнить другой человек, например. В противном случае он сам обязан исполнить заповедь вопреки воле отца. Но если отец просит его поступить не по закону Торы или хотя бы нарушить указания мудрецов, то в этом случае сын не обязан служить его, поскольку все мы должны выполнять волю Всевышнего. Ну тут вступают в нюансы, например, тут это было срочно надо было идти к врачу, да, это была болезнь. А если бы он меня попросил просто там воды принести или позавтракать, а молитва из-за этого бы закончилась и без меня бы не могли помолиться, тогда я должен был все-таки пойти на молитву, если это был вот тут выбор. То есть если заповедь уйдет, а просьба отца можно выполнить позже, тогда заповедь в первую очередь. Теперь и дальше очень важная вещь. В этой заповеди отец имеет предпочтение перед матерью, так как мать, будучи женой своего мужа, тоже обязана почитать его. Значит, одновременно в Талмуде разбирается вопрос. Сидит сын, и папа ему говорит, принеси мне стакан воды, и мама ему говорит, принеси стакан воды. Значит, чью заповедь он должен выполнить, чью просьбу он должен выполнить. Талмуд говорит, он должен выполнить просьбу отца вначале, принести отцу, потом маме. Почему? Потому что мама должна тоже в семье почитать и выполнять волю отца. Талмуд, вот сейчас мы увидим мышление Талмуда в практике. Талмуд задает еще один вопрос, очень важный. Если они в разводе, жена уже не обязана слушаться мужа, если они в разводе. Сын должен почитать и папу, и маму, и они одновременно просят стакан воды. Значит, Талмуд отвечает на этот вопрос. То есть, там один из учеников в Талмуде спросил у своего учителя этот вопрос. И, значит, в Талмуде что ему ответил учитель? Знаете, что он ему ответил? Он ему ответил, мне, кстати, я вот этот вот ответ, он потом мне помог выстроить систему ответов на вопросы в ораторском мастерстве. То есть, я из этого вопроса, из ответа Талмуда выстроил целую потом систему. Нельзя принести. Условия задачи, значит, первое, закон. Нужно выполнять просьбу папы и мамы. Теперь они просят одновременно, значит, Талмуд чисто математически говорит, вначале принести папе, потом маме, потому что мама тоже должна слушаться. Есть закон, что и папа, и мама должны, и сын, и дети, и мамы должны почитать отца. У мамы тоже есть обязанность слушаться папу. Теперь, но, но, если они в разводе, мама уже не должна слушаться папу, и они одновременно просят. Такая ситуация, допустим, они сидят где-то, семейное торжество, не знаю, там, день рождения у внука, пришли отдельно, папа пришел отдельно, мама, они сидят в разных концах стола, и они одновременно говорят сыну, принеси нам воды. Что тогда? Так спросил ученик у учителя в Талмуде. Что тогда делать? И тогда учитель ему ответил, тогда, говорит, сядь в тарелку и кукарекай. Ну, послушайте, Талмуд, мудрейшая книга, устная тора, вообще, что за ответ такой, сядь в тарелку и кукарекай. Значит, в чем, в чем смысл ответа? Как я его понял? Может быть, это неправильное понимание ответа, но я его понял так. И дальше я из этого сделал систему ответов на вопросы. Вопрос был провокационный и глупый. Такая ситуация не могла произойти. То есть, такая ситуация, она, в принципе, произойти не могла, чтобы они одновременно попросили одно и то же, там, и так далее. И вопрос этот был провокацией. На что учитель ему ответил точно так же. Какой вопрос, такой ответ. Я после этого, когда мне задавали вот такие провокационные вопросы, а вот что будет, если, например, там, и задавали такой вопрос во время тренинга. Явно вопрос, смысл вопроса был в провокации, не в том, чтобы получить ответ, а получить знание. А в том, чтобы подловить, там, преподавателя, или лектора, или оратора, его подловить. Я на это всегда отвечал. Если будет вот такая-то ситуация, тогда прилетят инопланетяне и мне помогут. Он говорит, так, секундочку, инопланетян нет. Я говорю, так ты же тоже придумал ситуацию. Ты тоже придумал вопрос, которого нет. Такой ситуации нет. Так я тебе говорю, что если возникнет такая ситуация, в этот момент прилетят инопланетяне и меня спасут в этой ситуации. Понятно? Все. Значит, смысл ответа сядь в тарелку и кукарека, он именно в этом. Но, возможно, есть другие смыслы. Даже, возможно, есть более глубокие смыслы, чем я для себя вывел. Что отвлеки их как-то, может быть. Может быть, если они задали тебе одновременно такой вопрос, который они явно, знаете, как есть. Вот они, может, специально хотели сына спровоцировать. Вот что ты сделаешь? Отвлеки их. Там скажи, ну, родители, типа, ха-ха-ха, вот вы молодцы. Может быть, и такое надо сделать. Такое есть в этом смысл. Хорошо. Теперь, значит, ну мы сейчас, как закон, мы видим, что в этой заповеди отец имеет предпочтение перед матерью, так как мать, будучи женой своего мужа, тоже обязана почитать его. И дальше, если еврей не почитает отца и мать, он нарушает повелительную заповедь. Значит, но при этом, вот тут есть нюанс такой в Торе. Значит, если родители не хотят подставлять своих детей, то они не требуют от них почитания. То есть Тора дала право отцу и матери устанавливать самим границу, что значит себя почитать и уважать. И, значит, в этом случае родители могут сказать сыну, там, ладно, можешь ко мне не приезжать, можешь меня не кормить, можешь передо мной не вставать и так далее. И это решение родителя. То есть он может, Тора дала ему право устанавливать границы почитания и непочитания. Понятно. Поэтому, например, Равыцкак Зильбер, который был очень большой праведник, он, например, не заставлял своих детей вставать перед ним. По Торе сын должен вставать перед родителями. Но родители могут сказать, не, не надо, не надо вставать. Но когда-то, когда-то, это было хорошо для всех, и для родителей, и для детей, и для внуков. Дети обращались к родителям на вы и вставали перед родителями. И тогда их дети тоже обращались к ним на вы и вставали перед ними. И было более уважение в семьях, была более традиция, семьи были более мощными, сильными, были семьи, семьи такие, да. До сих пор есть там у мусульманских странах, на Кавказе, сохраняются вот эти традиции почитания родителей. И это очень сильно укрепляет семьи. И, в принципе, это очень хорошо продлевает жизнь. Поэтому они так долго живут многие. Дальше я привел в статье, вот тут есть ссылочка. Есть здесь более детально. Детально законы почитания родителей, почитания мыслью, почитания словом, почитания действием. Еще более подробно про финансовую сторону этого почитания. И, значит, вы можете прочитать это все прямо в статье, посвященной этому уроку. Все, на этом мы останавливаемся. Значит, Сурмера от споров надо уходить, особенно от споров с родителями. Вопрос, родители или жена, у кого какие привилегии? Как раз здесь есть, здесь есть, вот в статье есть на этот счет в конце насчет жены. Сейчас, сейчас, сейчас. Насчет жены. Сейчас, секундочку. Значит, насчет жены в этой статье нету, но я вам на след, завтра тогда подготовлюсь, насчет жены. Как оно сочетается, например, жена, если есть жена, если есть ее родители, если есть родители мужа. Вот эти все взаимодействия в семье, они тоже Торой очень сильно регламентированы. И эта регламентация, она, если все члены семьи ее принимают, она очень прочная, понятная, обдуманная и в каждой детали продуманная. Поэтому, значит, мы завтра продолжим. Давайте мы завтра продолжим, как раз поговорим больше про сочетание вот это вот. У мужа есть родители, у жены есть родители. Как в этой ситуации быть? Кстати, задают, я видел, сегодня тоже смотрел, когда я готовился к уроку, задают вопрос. А если, например, это там биологические родители, и папа, например, Стив Джобс не простил своих родителей до конца жизни, не хотел. Он знал, кто его биологические родители, но он не хотел их видеть и не простил. Надо ли их почитать? Не надо ли их почитать? Надо ли их прощать? Не надо ли их прощать? Это целые там есть нюансы, значит, тоже мы их затронем. Кстати, интересно вот по Стиву Джобсу, что заповедь почитания родителей продлевает жизнь, и он очень мало прожил. Есть в этом взаимосвязь, нет в этом взаимосвязи, не знаю, но это факт, что он не простил родителей до конца жизни, которые от него отказались, и, значит, рано умер. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня и божественных благословений. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok